В областном правительстве прошло последнее перед единым днём голосования аппаратное совещание. В Рио губернатор Сергей Морозов поручил обеспечить создание условий, которые позволят максимальному количеству жителей области проявить свою волеизъявление. Ещё раз посмотрите вопросы безопасности, вопросы комфорта работы избирательных участков, посмотрите все подходы, все тротуары, дороги, освещение, всё, что связано с резервным энергоснабжением, теплоснабжением. То есть все вот эти вопросы, которые традиционно мы с вами рассматриваем, которые обеспечивают неукоснительное право граждан на волеизъявления, должны быть обязательно соблюдены. Стабильное развитие области должно продолжаться, несмотря на такое важное событие, как выборы. Открываются новые предприятия, ремонтируется школа, улучшается система здравоохранения, готовится к началу отопительного сезона, решаются каждодневные проблемы жителей региона. Ходят слухи по школьному питанию, что плату заморозили до выборов, а потом она поднимется. Значит, Семёнов, вы ещё раз тогда возьмите и сделайте официальное заявление, и вывести это заявление, так сказать, я не знаю, там и на своём сайте, и в каждой школе. Мы не под выборы решали вопрос, связанный с тем, чтобы не повышать цену на школьное питание. Мы делали вполне осознанно в течение уже нескольких лет. Одним из важнейших вопросов продолжает оставаться газификация сельских районов области. Темпы её возрастают с каждым годом, и планы выполняются неукоснительно. Так что в обозримом будущем голубое топливо придёт в каждый дом. Конец 2016 года, начало 2017 года, мы практически завершаем газификацию Ульяновского района. То есть подчерёдно пускаем газ Крутояр, Русская Беденга, Авдотина, Загудаевка. Другой вопрос – строительный. По темпам ввода в эксплуатацию жилья область вышла на советский уровень. И задача в настоящее время – обогнать его. Вместо Евгения Лазарева отвечать за строительство в регионе будет Сергей Шканов. Пока с приставкой исполняющего обязанности. В лидерах по Волжи Ульяновская область находится и поступлением налогов в казну. По сравнению с прошлым годом, рост составил на 6 миллиардов 170,3 миллиона рублей. Темп роста составил 126,7%. Такой существенный темп роста позволил уже шестой месяц подряд нашему региону занимать лидирующую позицию в Приворском федеральном округе, и после нас Пензенская область – 118,2%, и замыкает тройку лидеров – Удмуртская республика – 114,6%. О рекордном урожае говорилось уже много, но страда на полях области еще не окончилась. Уборочная мы на данный момент также пока остановились на цифре 98% от общего плана. Нам осталось убирать кукурузу на зерно, порядка 8 тысяч гектаров. Пока понятно, по погодным условиям мы сейчас еще сделали такую паузу, но уборка продолжается. Сахарная свекла убрана с 200 тысяч гектаров. Это накопано 63 тысячи тонн, это 15% от общего объема, урожайность 320 сантиметров с гектара. То есть эта урожайность выше, чем прошлогодняя, и по динамике уборки мы видим, что результат будет не ниже прошлогоднего, и завод у нас полностью будет загружен. Большим спросом пользуется зерно инобластных ярмарков. Доказательство тому – пример прошедший на минувших выходных торговле в Димитровграде. Для муниципальных образований хочется пожелания высказать, на ярмарке в Димитровграде машины с зерном 10 тонн практически были проданы за один час. То есть машины уже сразу через час уехали пустые. 10 тонн было реализовано сразу в руки. И следующий ярмарок, который у нас состоится в «Звезде», пожалуйста, обратите внимание, это зерно и комбикорм в городе востребовано. Очень многие в пригороде держат птицу, и, соответственно, это направление тоже нуждается во внимании сельхозтовропроизводителей. Одним из главных покупателей на областных ярмарках остаются пенсионеры. Прожиточный минимум для них повышен до 8 271 рубля. Еще одной мерой поддержки старшего поколения станет региональный закон о детях войны. Проект документа утвержден на заседании областного правительства. Размер денежной выплаты ко дню Победы с 1 января 2017 года планируется увеличить до 1000 рублей. В 2016 году он был 598 рублей 30 копеек. Начало осени выдалось холодным. А значит, на повестку дня вышел вопрос о пуске тепла в дома жителей. Просил бы всех на этой неделе очень серьезно посмотреть на подготовку к отопительному сезону. Ситуация с погодой, вы видите, какая такая рваная погода. Я поэтому попросил Александра Васильевича уже на объекты с круглосуточным пребыванием людей уже начинать заполнять химиочищенной водой и уже, может быть, даже начинать подтапливать, чтобы никаких некомфортных условий у людей не было. Последним вопросом стало состояние дорожного хозяйства области. Я бы попросил вас... Мы завершили контракт по установке и замене новых дорожных знаков на 9 объектах. На сегодняшний день тоже по всем этим дорогам знаки установлены в полном объеме. Завершили также установку 132, освещение 132 пешеходных переходов. Из них на сегодняшний день 82 уже подключили к энергию обеспечению. На прошедшей неделе провели совещание с Александром Васильевичем Лабутиным, с энергетиками. Есть понимание, что на этой неделе, до ее совершения, до 17-го числа, все оставшиеся пешеходные переходы будут подключены к энергию обеспечению и в ночное время, в вечернее ночное время будут уже отработаться в полном объеме. На этом традиционное аппаратное совещание в правительстве завершилось. Егор Тстов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды. Спасибо. 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 Спасибо.